всем привет с вами снова придонки тут сейчас я ехал по семинарке тут так называемой в Орле улица Семинарская это вот что-то и все и кончилось мне тут часто вопросы задают почему у тебя там типа открываешь багажник а там у тебя понавалено всякого всяких хламидий там мама не горюй ну всякие тряпки тут ну вот видите у меня с собой два ремня ключ специально откручивать кое-что кое-чем ну вот не знаю только если нечем крутить как всегда забыл нету твою мать короче случилась печаль нечем открутить крышку нет набора с собой ты его забыл дома ну короче принципе ремень есть все что уже есть а ничего больше нет то есть ключи с собой возить нужно полном объеме если вы даже вы катаетесь по городу чтобы можно было принять ремень но видите сейчас нечем сейчас буду думать что делать мне бывает так ничего не поделаешь а так тема конечно веселая так ну что парни уже дома уже наступил вечер глубокий я съездил купил кроссовки и я просто забыл вот здесь носки мне тут всякий набор с воротками с ключами со всеми делами тут на 8 я не мог снять крышку сейчас я заехал еще на обратном пути ехал купил два набора роликов мне в помощь эти я когда менял посмотрел они просто блеснут улыканы то есть я к чему рассказываю я вожу с собой все чтобы отремонтировать мопед на улице даже возможно снять поршневую там подогнуть кольца и заклинило то есть что-то там сделать это надо как-нибудь на филе что положить документы и если с собой его по инструменте возить но можно не возить конечно если сами не шарите ни хрена то можно не возить но я вожу потому что ну иногда приходится что-то делать дороге ну как я сказал я увидел что у меня хана роликом и пришлось купить и сейчас вот этот мыкался увидел человека шикарные педали хотя взял ремень вот такой вот ремень стоял до этого дайку я его пилил вдоль вот он ветер кончился но на нем может быть докуда доехать ну чуть-чуть весь запасной купил кроссовки увидел человека и успел купить сейчас время около 7 часов вечера около 7 а магазин работает до 21 это в Орле магазин карри и сейчас я покажу что я купил так звонит бывшая так вот такие педали купил себе еще там чем-то там тысячу пятьдесят рублей что-то вот такие здорово петрович вот такие вот ухватил насколько их хватит неважно ты такой цене сейчас оттапки комнаты стоит денег ну думаю нормально и сейчас будем мерить цилиндр я почему собственность начался не светиться не дед гусар притомил давай там по мере мне нужно пошли войны фсов померить надо сейчас этим займемся короче я ездил сегодня до гусара просил куда-то цилиндром померить и может быть подобрать поршень если у меня есть вот это на работе кто-то приволок каск каска называется шахтер туда-сюда вот она может быть не там пригодится я не обломываюсь теченки привязать веревки и будет как в анекдоте когда увидел дядя точнее дядю увидел полицейского милиционера мальчик маленький подходит и говорит а я знаю для чего вам вот эти вот вот такая штука называется как-то тренчик или не тренчик на фуражке а сейчас спросил у полиционера для чего он говорит ну понимаешь когда вот погоня на мотоцикле несешься вот эту штуку на подбородок одеваешь чтобы шапку не вынесло ну эту фуражку мальчик говорит не баба сказал по-другому а типа что он сказал ну я сказал что чтобы когда списток свистит чтобы морда не лопнула так вот чтобы меня морда не лопнула надо эти тесенки придумать сюда вот сюда вот вставить и чтобы можно было ездить это удобная штука конечно никакая но она не особо стильная но я не облавываюсь короче говоря мы посмотрим сейчас что у нас с этим дуплом размер здесь у нас уже 77 и 3 то есть это уже последний 77 кто должен был ты вот долбал под даже больше еще три десятки лишних был последний ремонт причем цилиндр как к 15 вот есть шел с этой стороны глушитель здесь такой гусак хитрый сюда выходил глушитель на к 15 собственно вот в этом отличие основное а так по дуплом здесь ничем не отличаясь со стандартным дорожным только у к 16 больше продукта шире окна вот не поверите вот сейчас пока я снимал подошел сосед угостил самодельным домашним вином я пью его эту бутылку мне будет рассадиться примерно полгода может год я так иногда виде компота пью у него самодельное вино винишко скажем так не особо употребляю но пусть будет мы сейчас наладим вот эту всю вот эту историю мы сейчас будем понюхать но я при вас не буду налаживать потому что тут пока попадешь в размер нужный и тогда посмотрим что и как так она стропали эту шпарчалку забывалку короче говоря насчет приват прям ставлю она нули так смотрю вам можно видно темновато конечно нам нужно выставить на ноль счету потиху мы будем иметь представление о том что это такое так ну ка нормальная музыка прокатит так на машине в машине буду ехать буду слушать он оставляем так а значит нам нужно поиметь представление или все если нет сейчас у нас стоит 0 то есть в самом верху 0 0 будем сейчас иметь представление эллипс есть или нет какие отклонения от нуля вот так вот эллипс есть ох а мать моя ох а мать моя вот это да тут короче отклонения от две десятки две десятки две десятки это так плохо пацаны что просто дичь то есть цилиндр овальный вот так вот меньше а вот так вот больше на две десятки это вообще дичь ну ладно то есть мы уже имеем представление что от цилиндра почти хана ну и мы делаем что значит сейчас ставим опять тут получается нули поехали смотреть выработку прям только вот нырнули там где кольца не касаются и здесь там две десятки и поехала затяну посильнее и поехала все две десятки наклонения так смотрю вам видно не видно ну что-то видно должно быть и поехали вниз вот так вот короче 13 соток ближе к выходным окнам тут вообще две десятки опять мы сейчас опустились в район перегородки выходного окна тут вообще больше двух десяток почти три ну а дальше принципе мерить еще и не понимая смысле не ничего не к чему все ясный и так помощь только сделаем вот так вот мы сейчас поставим его и померим здесь да ну поехали вниз опять две десятки едем 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 ну по разным климам короче допускается но допустим москетроп ну там пять соток допускается допустим на автомобиле до 15 соток здесь я не помню сколько по инвалу но вот это вот это просто дичь речь идет о том что какие точить здесь зазоры между поршнем и стенками гильзы цилиндров многие там ну не понимают чё и как там пишут по мануалу одно кстати не помню сколько там по мануалу но чтобы было понятно если точил под поршень 82 я его обдирал поехал сам занижал вот то есть ободранный поршень точил сам его он был его только на помойку я ему сам сделал придал конус на 82 через это обточил и запихал сюда и сделал здесь зазор пять соток пять и я тут на нем накорячивал у меня был один прихват из-за того что бедный на аэродроме может кто-то помнит давнейший видос так вот тут рекомендую делать зазоры 5-7 соток кто-то 8 но чтобы не клинило но дело то что если сделать такой зазор тоже начинает гримыхать допустим димон точит кабанов он же кент по свои поршни он делает значительно больше для чего-то но я понимаю его там иногда приклинивают прихватывают потому что кто-то сразу начинает накорячивать привыкли как на чизете там у кроссового чизета написано прогреть и уже можно вдувать ну то есть по простому то есть прогреваете и уже можно накорячивать то есть не надо обкатывать ничего с поршнями которые производят всякие там таганрог и все остальное там и пз так называемые там всякие разные там ситуация сложная непонятно чего не сделано и какой пациент ленинного расширения и вообще как сделан поршень просто тоже непонятно то есть там очень сложная геометрия поршня допустим я видел и шпс поршень у меня стоял на мотокрысе я когда начал мерить он вверху там идет на кусок кусок а потом снизу как юбка как знаете у ракет вот эти вот крылья просто дичь я там да ну короче тут я под руками ничего не было болгарка все этому ободрал его уже был расточен под него цилиндр но вот то что там сделали это просто на заводе это просто какая-то дичь а ведь ехать комфортно на мотоцикле не бояться не ссать что он заклинит там его воткнет и размажет по цилиндру поршень это великое дело ехать и не ссать типа мы не сын с трезоркой на границе уж извините такие слова тут у меня есть такой пишут мне паренек кейл петров он показывал скидал фотки я андрею сварщику показывал там просто у него цилиндр пояснике просто вымазан этим поршень там с поршенью такое я не знаю да как ты так зачем ты так ручку крутил вонючку человек еще молодой юный ему там 15 лет или 16 не знаю ему все равно вот лишь бы только ехал прям на все деньги что с ним там вот он думает что он нужен переть на самом деле все ребят не так все сложно я не собираюсь об этом ничего рассказывать просто я сейчас взялся мерить цилиндр и просто так краткий экскурс в эти проблемы так я между делом укладываю назад всю эту потеху шкварчалку забывалку для замерения измерения выработки горшков всяких унитазных так сейчас мы отложим сторону а я пойду сейчас поищу поршень для мусора так полезен за комара за корма родина тут всяких всякие какие тут непонятные помечено если помечено 7,754 вот это данное мы и отдадим не знаю только хватит выведется в размер вот этот поршень тут какие то есть непонятные поршеньюшки 7,594 7,90 но он весит как кирпич под этот точно получится но что то я не не 7,601 вот 7,8 поршень Indian Видите, я даже писал на них вес, сколько грамм, сюда-сюда, какое-то количество порошей есть, непонятно, вот 7,7, второй ремонт. Сейчас проскочат, вот так, конечно, проскакивает, выработка дикая, тут у меня какие-то есть небольшой набор поршенюшек, короче говоря, оставляем вот эти два, а все остальные откладываем. Так, значит, вот у нас два претендента на то, чтобы запихать, но я не мерил еще ихнюю геометрию, надо смотреть, что с ними, как они там, туда-сюда, ну, мы сейчас возьмем вот этот инструмент, вот этот вот инструмент, и мы сейчас понюхаем. Так, поехали, мерить. Значит, у нас вот размер получается 7,7, но я тут намерил 54, не знаю, не знаю, так, что-то вообще лажает. Так, видимо батарейка помирает и начинает штангенциркуль творить зло какое-то. Поехали. Так, ну, мы этим показаниям доверять не будем, он начал сходить с ума, шангенциркуль. Так, ну, как я сказал, здесь написано 7,7,54, но так оно и есть. И мы сейчас посмотрим уменьшение, насколько он уменьшен, откуда уменьшается. Так, с этим все в порядке, заряжение есть очень неплохое, даже больше, чем нужно. Ну, тут, видите, мясо в этом поршне намного больше, чем нужно. Мы сейчас проверим, есть ли вообще, если есть эллипс, вот здесь должно быть самое широкое место вверху в башке. А здесь? Нет, одинаковый, то есть поршень получается круглый, хотя должен быть овальный. В этих местах, вот здесь, со стороны пальца, должен быть поменьше, где-то сотки на 4, вот здесь вот минимум. Но они, в принципе, эти ходят неплохо, лишь бы было заряжение нормальное, то есть тепловый конуш был неплохой. Нас интересует, но мы, наверное, этим не померим штангелем, откуда, тут не хватит, губишек не хватит, откуда начинается. Да нет, нормально. То есть вот уже здесь, уже занижение на 15 соток, вот здесь вот, на середине пальца. И вот примерно вот, палец кончается, начинается тепловой конус. Зазор должен быть в пределах, не зазор, а тепловой конус, начинается примерно от середины пальца, ну или от верхней кромки пальца. И занижение, вот так вот, от размера здешнего, то есть идет цилиндр, да, и вот примерно здесь, с середины пальца, не ниже. Ну, можно середина, можно от начала пальца, и занижение примерно три десятки. Для этих поршней делается не меньше, потому что здесь, ну, размер здоровый, сильно греет, и может поршень распухнуть. И надо вот этот поршень померить в состоянии в нагретом и в холодном. Разница, как он распухает, какой делает тепловой зазор. Толщина масляной пленки на цилиндре обычно 2,5 микрона, как правило. Но это плюс-минус в среднем, какое масло, туда-сюда. И если размер меньше, пленка задирается, начинается кошмар для поршня, для цилиндра, начинает задирание. Допустим, во вкладышах коленвала автомобиля, да, неважно, шатунной или коленной масляная пленка, значит, делается в среднем зазор, 4 сотки оставляется. Ну, допустим, мы делаем 2,5 сотки, то есть зазор обязательно должен быть. Если его нет, то коленвал не будет вращаться на масляной пленке, он будет вращаться на бобите, то есть будет соприкосновение с бобитом. Пленка будет сдираться масляная. Здесь примерно то же самое. Если сделать зазор меньше, и теплового конус будет меньше, то у вас будут проблемы с прихватами. Это плохо. Так, нам нужно иметь истинный размер. Сколько здесь? Начинаем мерить. Ну, мы ставим где-то 17, ну, пусть будет 22, то есть 7,7-22. Ну, скорее всего, получается 7,7-2. Сейчас 2 сотки скину, ну, пусть будет 19. Ну, короче, здесь истинный размер, вот если вот так вот мерить, вот так. Так мы вряд ли запихаем, нам неудобно. Здесь мы мерили размер меньше, здесь больше. То есть эллипс получился. Так, ну, пусть будет 7,7-2. То есть 7,7-20 соток. Вот. Значит, берем внимание расширение цилиндра на две десятки. А здесь 7,7-54. То есть есть мясо, куда точить. То есть грамотный расточник, он поймает с помощью индикатора часового. Запихает туда нутромер, мерную, значит, стойку с индикатором обкатается и поймет, куда точить. То есть вот этот поршень подойдет, вот этот вот, 7,7-54, он подойдет для вот этих дел. То есть 78, это перебор. Он, конечно, выйдет, но снимется много мяса. Поэтому я не знаю, я спрошу у Гусарова, у Сереги, что, как? Тем более я не знаю, что это за поршень. Тут они какие-то тут все... Что тот, что этот, они вообще непонятно какие, непонятно чьи. Они весят, как кирпичи. Сейчас мы с вами их померяем по весу. Так. Расстрапаляем эту штуку. Так, не знаю, батарейка не села ли. Потому что уже кончилось. Что-то есть. Ага, нули. Мечем. Значит, зазор должен быть, зазор, вес примерно, ну там где-то 325 грамм, 330, 340, вот так вот. Ну, примерно плюс-минус этого стандартного, советского. Что мы видим? 349 грамм. Много. Это тяжелее. Там по весу чувствуется, мне кажется так. 366 грамм. Ну, это тоже много. Ну, хотя, в принципе, кто-то поставит и будет не замечать. По-новой бросаем. Ну, 366,5. Много, конечно. Но можно внутри ободрать и, в принципе, использовать. Но много мяса. Много мяса, конечно, тут, да. Тут у нее стенки, тут мама, не горюй. На прощение с этой поцелуй. Кто-то точил, тут вообще не обламывался. Это четвертый ремонт. Надо померить, что с пальцами достал уже музыка эта. Значит, сюда палец не лезет. Мне вот этот палец сделал Сергей Трифилов. Он токарь, у него там все получается. Очень хорошие пальцы мне понравились. Не лезет никак. Смотрим сюда. Тоже не лезет. Могу сказать только одно, что отверстие под палец здесь выполнено очень хорошо. Здесь, видимо, не точением, а протяжкой делалось отверстие. То есть, очень неплохо. Здесь, ну, в принципе, тоже неплохо. Но здесь видно, скажем так, то ли развертка, то ли растачивали, но не лезет никак. Не лезет. Не знаю. Насколько не лезет. Даже если нагреть, он сюда не проскочит, я думаю. Мы можем, конечно, попробовать, но это вряд ли получится. Такие дела, такие отверстия здесь меряются калибрами. Вот здесь вот. То есть, брать проход, не проходит. То есть, он тогда проскочит, он намного меньше. Видите? Вот он меньше, но он вот вплитык. А он реально меньше. Сюда вообще не лезет. То есть, это какая-то дичь. Сейчас я вам скажу, какой размер. 17,95. То есть, этот размер на 5 соток меньше. То есть, вы представляете, насколько вам нужно найти меньше палец? Вот этот вот. Ну, мы сбросим, поставим на 0. Ну, здесь, короче, 18, там. 17,99, 18. Ровно 18. А этот на 5 соток меньше. То есть, и отверстий здесь меньше. Вот он, видите, лезет от руки. То есть, прям вот вплитык. В принципе, так и должен быть. Но где такой палец найти раз, и если такой палец поставить, то он будет балдаться в верхней головкой штуна. То есть, вы поставите, он валяется в углу сепаратора, вон он стоит, PS-овский. И будет люфтить. То есть, отверстие на 5 соток меньше. Почему? Пальцы подбирают. И, к сведению, если, допустим, делаете какой-то здесь зазор, то примерно разница. 5 микрон. Микрон, не соток. То есть, палец должен залезать от руки. Вот, вот так крутите его. Не забивать кувалдой, а от руки обязательно. Вот, погрели руками, где-то там, ну, там, тридцать градусов с копейками. И все, вот видите, вот, тепленький. Все, видите, вот так должен лезть. Никаких забиваний. Иначе все это выйдет боком. А это не лезет. То есть, пальца, по сути, нет. Но придется работать с отверстием. Разворачивать, что-то делать. Так, что касается меня, я вот этот поршень вобрал вот. Вобрал вот этот поршень, но проблема только будет подобрать кольца. Тут, видите, 78 кольца, ну, то есть, все нормально будет. А здесь придется кольца перепиливать. Вот из этих вот замки пилить. Но они переработаются. То есть, брать во внимание качество поршня самого, говеное. Ну, и я думаю, что из 78 можно сделать, переставить, переделать. Брянтов нет. Все это будет плохо. Стопора. И стопора, а где кольцо будет распилено, будет упираться в стенку. Тут будет небольшая дырочка. То есть, пока прикатается, то есть, это будет... Ну, я бы поставил вот этот вот. Я пошел бы на прикатку колец, черт с ними. Или нашел 7,7, допустим, там, какой там размер 7,7 и 4. То есть, нормально прокатило бы. Ну, было бы зазора чуть больше в замках, но ничего страшного. Ладно, ребят, могу сказать только одно, что, в принципе, все понятно, надо только договориться с Серегой, что и как. Вот, с этим поршнем, какой выберет, тот или этот. Вот, на этом надо заканчивать. Ну, извините, что получилось так с мопедом. Я начал с мопеда, там, показал кроссовки, какие купил туда-сюда. Много всего, вот, много всякой тарабарщины. Ну, вот, получается вот так. На этом все. С вами были Придонки. Если будет продолжение, покажем, если нет. Ничего страшного. Берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.